Представить вам такой подарок для всех наших зрителей, для всех наших слушателей, как же зарождалась программа «Корал Детокс». Это моя любимейшая программа «Детокс 365 дней в году». Драматолога, пожалуйста, подайте. И так работает вся медицина, не надо на них обижаться. Мне нужно было обоснование и фактологический материал, что это работает. Это было вау! Я сказала так, все. И заканчивая эксперименты, будем говорить, такой живой материал, подкрепленный результатами великолепных. Ну, более 20 лет успеют отольют, не успеют отпоют. Улучшает качество крови, то есть делает ее более жидкой, более подвижной. Безопасной. Безопасной. Комфортной. Как мама говорила, можно деткам с самого рождения, потому что это культура, это то, что они возьмут в свою будущую успешную жизнь. А бездорогие, она невозможна. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь интервью с великолепными Ольгой и Владимиром Подхомотниковым. Оля, а чего ты сегодня такая счастливая? Ты не так сказала. Счастливая такая? Да. Я прям очень счастлива. Это опять я не так сказал. Я очень счастлива, потому что сегодня у нас в гостях уникальная семейная пара. Удивительная, любимая многими и нами в частности. Представить вам такой подарок для всех наших зрителей, для всех наших слушателей. не могли просто не воспользоваться случаем, так как в гостях у нас Ольга и Владимир Подхомотниковы. И хотим с вам представить из первых уст, чтобы они поделились, как же зарождалась программа Coral Detox. Это моя любимейшая программа Detox 365 дней в году. Я знаю, почему я пью. Я знаю все ее ценности. Сильно пьющая. Но мне очень важно, чтобы вы услышали из первых уст, почему, в чем суть, в чем ценность, в чем основные, главные принципы этой крутой, уникальной программы. И давайте представим, кто не знает, потому что мы любим и восторгаемся, но вы тоже сейчас полюбите этих людей удивительных. Возле меня профессор, чудный просто удивительный человек, силы, интеллекта. Это заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, кардиоревматолог, специалист в области сохранения и восстановления здоровья. Доцент, кандидат в медицинских наук, дерматовенеролог, специалист тоже в теме здоровья и, как правильно, технолог здоровья, да? А также это семейная пара создателей уникальной платформы, обучающей FATLAB, а не чуть позже. Международный образовательный проект FATLAB. Всем здравствуйте! Нас так красиво представили, я даже растерялась. А что тут теряться? Это же красиво, когда красиво представлено, все хорошо. Мы очень-очень рады побывать в вашей семье, в гостях и не просто побывать здесь, на гостевой такой базе, а пообщаться с вами, действительно объяснить, почему это происходит. Потому что нас объединяет не только наша дружба многолетняя, нас объединяет общая цель, наши ценности общие, потому что то, что мы занимаемся сейчас уже порядка 20 лет, действительно технологиями здоровья, за плечами стоит серьезный научно-практический опыт врачей. Уже сказали, что профессор, это реанимация, это спасение жизни. Я дерматовенеролог, к большому мою счастью, наши пациенты мои не умирали, еще направление косметологии есть. На самом деле, придя в компанию, я очень сопротивлялась, надо сказать, что профессор сопротивлялся, он вообще сказал, занимайся, тебе нравятся эти бирюльки, эти баночки, занимайся, пожалуйста, потому что кардиореанимация, это, наверное, тот последний глоток, когда хочется жить и вопрос, а буду я жить, вопрос, а смысл? Так вот, действительно, на самом деле, за плечами серьезный педагогический опыт, за плечами серьезный научно-практический опыт, за плечами серьезный, будем говорить, уже тогда зарождающий опыт элементов восточной медицине, когда мы понимали, что организм это единое целое. И на минуточку у нас еще одно есть высшее психологическое образование, потому что технология ведения здоровья и жизнеобеспечивающие вещи, они не кроются только на физическом теле. Поэтому мы последние 20, крайние 20 лет своих, я думаю, что на все воле Божьей мы будем заниматься, это очень-очень еще долго, заключается как раз в смысловых пониманиях обеспечения жизни человека. Потому что есть понятие здоровья и есть понятие болезни, а между ними есть такое состояние, мы сегодня его популярно называем, синдром Буратины. Ты как бы живой, но жизни нет, нет энергии, нет настроения, пропадает интерес жизни, сейчас это вообще депрессии, все мы сегодня молодые, уже подростки в депрессиях, смысл жизни теряют. А почему это происходит? Вроде все есть, а синдром Буратины? Полено, вроде живой, а вроде нет. Если в этом состоянии прийти к врачу, то врач скажет, подожди, ну давай дождемся, когда все развите, что я поставил тебе диагноз, наберу твоих симптомов, по этим симптомам я тебе диагноз не поставлю. А в сторону, говорит, нет, сегодня здоровых есть недообследованные. И вот это промежуточное состояние, на научном языке, ты прекрасно, Оля, знаешь, это преморбидное состояние, это называется предболезнь, это называется, когда еще ничего не болит, а диагноз не ставят, какую таблетку выпить. И наторкнула на мысль, понимание, что вот в этом как раз глубочайший смысл. Почему же, ну почему же не происходит, что нужно сказать, потому что очень многие путают ситуацию врача и обижаются на врачей, что они не могут им помочь. Не надо на врачей обижаться. Врач в парадигме своих. Вы представьте, я дерматовинировала, заколола сердце. Я как дерматовинировала, как могу помочь сердцу? Никак. Если попали вы к кардиологу и появился процесс на коже, он скажет, дерматолога, пожалуйста, подайте. И так работает вся медицина, не надо на них обижаться. Но что привело к срыву подобных состояний? Почему вдруг системы в нашем организме, они все взаимосвязаны? Вот Оля задала очень хороший вопрос, что же нас подтолкнуло к созданию вот этой программы. Занимаясь кардиологией, в частности, реанимацией, там было первое несколько условий, среди которых лить жидкость внутривенно. И это было аксиомой, причем жидкость не просто какую попала, а жидкость, которая напитана определенным набором минералов, определенным набором витаминов, то есть биологически активных веществ, которые помогали восстанавливать нарушенную систему организма. То есть, главное, вода, главное в этой воде должны быть определенные минеральные композиции. И в Коралловом клубе, оказывается, это есть. Есть вода, есть минеральные композиции, но в чем отличие? В каждой реанимации это все вводится в вену. А в Коралловом клубе не требуется введение в вену, достаточно это принимать внутрь каждый день воду, обогащенную роскошной минеральной композицией Коралл Майн, и мы тем самым уже получаем хороший-хороший результат. Но я хочу здесь сделать добавку, поскольку в нашем организме хотите, вы знаете, не знаете, принимаете, не принимаете, организм работает по своим правилам, ну как автомобиль, да? На какие там делятся выхлопные газы, на такие, не такие, выхлопные газы есть и есть. В нашем организме все то же самое. И 80% вот этих, тех вещей, которые являются результатом жизнедеятельности, им нужно растворить в воде. Это называется соли. Соли, а соль растворяется только в воде. Поэтому логическая цепочка очень простая. Если соли растворяются в воде, если мы не даем воды, значит эта соль не выводится, значит все же... Она накапливается в организме, что дает определенную патруль. А где она накопится, ну какой врач подвернется, тот и поставит тот диагноз. Суставов накопилось, по-моему. Значит 80% всех наших недугов замешаны на воде. Очень все просто. И если мы возьмем кровь, 5 литров нашей крови, и она... Лимфы 3 литра. Лимфы 3 литра. То есть если разобрать все эти жидкостные системы в нашем организме, они все жидкостные. Значит они замешаны тоже на воде. Ну у нас есть еще системы, которые имеют взаимосвязь, не связанные с водой. Их нужно растворить другими растворителями. Ну как их быту? Как жир можно растворить? Только масляными растворами. Хотим мы это признать, не хотим. Значит 20 оставшихся процентов это то, что необходимо растворить другими свойствами. И мы вот здесь включили свои, что называется, вот эти серые вещества в наших умных головушках. И стали искать... Синергетические. Синергетические отношения системные. Потому что наш организм это система. Но учитывая, что мы из категории ученых людей, я, например, никогда ничему на слово не верил. Мне нужно было обоснование и фактологический материал, что это работает. И для того, чтобы получить фактологический материал, я приобрел темнопольный микроскоп, там, ну прочую еще технику. И смотрел, как влияет вода, самая разная вода, на качество крови. И пришел к абсолютно четкому убеждению, что вода обогащена коралмайном. С добавлением антиоксиданта H500 и с добавлением фермента ассимилятора по максимуму улучшает качество крови. То есть делает ее более жидкой, более подвижной. Ну, медитин называют, улучшается ареология крови. Но я когда это увидел, а я в кардиологии применял для улучшения ареологии крови кепарин, другие антикогулянты. И я сравнивал эффект антикогулянтов и эффект этого набора. И я увидел, что по эффективности этот набор, который коралмитоксиданта, он ни в коей мере не уступает, а в некоторых моментах превосходит. Превосходит в чем? Если антикогулянты можно назначать какое-то определенное время и при передозировке риск кровотечения, то тот набор, который мы включили корм-бетод плюс, его можно применять без всякого риска кровотечения. Его можно применять, оказывает такой же эффект, как антикогулянты, то есть качество крови улучшается. Поэтому вот эта рекомендация, она научно обоснована, научно доказана и нет никакого риска, что нас провоцируют какие-то побочные эффекты. Те, у кого появляются побочные эффекты, это как раз говорит о том, что этот набор включает наш организм и идет очистка. И это такая мощная очистка, что у человека появляются какие-то неприятные ощущения, тошноты в виде нарушения стула, что-то еще. Это как раз сигнал, свидетельствующий не о том, что это нанесло вред, а о том, что это включило ваши очистные механизмы. И слава богу, изнутри нарушения. Поэтому в этой системе на все факторы, поскольку системный наш организм, значит системный надо подходить. Очень глупо, когда люди считают, что я пью воду, я пью какие-то там заморские антиоксиданты, сейчас очень модно пить водородную воду, воду очень модно там принимать какие-то очищающие программы, кто-то смузи, кто-то натуральными соками, производит помощь организму. Это тоже имеет место быть. Но то, что нас вдохновляет, как ученых, как практиков, как людей, которым этим пользуются, плюс опыт уже, я, наверное, не побоюсь этого слова, миллионная аудитория, которая понимает в этой части. То есть это, будем говорить, такой живой материал, подкрепленный результатами великолепных. Ну, более 20 лет. Ну, вот мне свидетелей не надо, потому что я не такой скептический человек, и скепсис у меня очень, я очень, меня можно хорошо завести, но мне нужны были обоснования. Потому что, по большому счету, ну, имея второе высшее психологическое образование, я точно понимаю, что есть эффект плацебо, есть эффект наваждения, ну, так, шуры-муры, сдохните куры, шест на веку, на вас порчу, поменяю вам карму, очень много таких вещей есть. И я прекрасно понимаю, что да, когда человеку начинаешь с ним общаться, особенно, ну, такие вот эмоционистские, как мы, там, уговорим, поднимаем, не понимаем, и человек начинает в это верить. И я знаю, что вся любая фармацетологическая, так сказать, продукция, она всегда проходит элемент плацебо, то есть дают пустышку и дают фактологический материал. И я это тоже понимала, и вот с 2002 года по 2005, вот мы нашим ученым составом, в Сибири еще будучи, мы это все проводили на простых материалах, и в моей практике эти, это были невнушаемые. И мои дети. У тебя дети, а у меня источники детей, это сперматозоиды. Ну, нет сперматозоидов, нет детей. Они не поддавались никакой психологии. И я, потому что занимаюсь бесплодными, да, и внушениями, бесплодным браком занимаюсь, я попросила лаборанта, к которому я работала в своей организации, я говорю, проверь, пожалуйста, потому что мужчины, приходящиеся на обследование, они сдавали свой материал, и она соединяла это с физраствором. Я понимала, что коралловая вода, а-ля физраствор, и она мне через три дня звонит, говорит, слушай, что такое, ничего не могу понять, мне уже нужна посуда, смотрю, они живые, плавые, бешеные, как рыбки в аквариуме. Я понимаю, что пацаны-то прекрасно понимают, что все, жизнь замечательна. Они попали в среду, где можно жить. Для меня это было, ну, просто, ну, что называется, самое открытие. Ну, открытие, ну, натурально открытие. И когда мы пошли дальше, мы взяли крыс. Вот основа в коралл детоксе, это такая научная база. То есть мы взяли крыс, крысы не понимают, что с ней хотят летать, делали экспериментальное заражение ей. И этих крыс делили на три группы. Одну мы отпаивали дистиллированной воды, а очень много же любителей дистиллированной воды, либо фильтров обратного осмоса, где там вообще ничего нет, дистиллят. Потом мы брали вторую группу крыс, отпаивали только коралловой водой, а третью брали и соединяли водородные числи показателя и фильток, и коралловая вода. Мы волновались больше, чем крысы. Потому что крыса кусалась, она не понимала, что ей там вливают шприцом, лаборант, в перчатках. И когда забирали у них материал, забирали кровь, забирали потом органы, печень, охотки, и все, гормоны смотрели. И вердикт вынесенный, статистически достоверное подтверждение, что на 95% всех токсинов, которые есть в организме крысы, выводится именно комбинацией коралловой воды из H500. Это было вау! Я сказала так, все. И закачиваю эксперименты, сперматозоиды оживились, крысы пострадали. Все говорят, как вы могли крыс запоить? Нет, ну давайте на люлю будем эксперименты делать. Вот это, любители такие зеленые, гринпизовцы. На самом деле, действительно, то, что мы сегодня помогаем огромному количеству людей, которые а-ля понимают, потому что у меня есть такая присказка. Вот реаниматолог сидит, и на одной из презентаций я сказала, успеют как альют, не успеют как поют, вернее, да? Потому что если мы нарушаем законные жизнедеятельности, мы не даем, не даем возможности создать этих условий для наших клеток, ну что мы от них тогда хотим? Поэтому детоксикация как таковая, сегодня только ленивы. Я, кстати, посмешить, ну помните, потом это вырезаю, да? Посмешить аудиторию, я давно занимаюсь, ну 20 лет уже в этой части. Есть на сегодняшний день детокс-коктейли, детокс-салаты, детокс-кафе, детокс-гузи. Да, я нашла, да, детокс-сексуальная поза. Вот это вот, слышно? О, есть такие позы, если кому интересно, заходите на наш канал, расскажу, в какой позе можно оказывать детоксикацию. Ольга Валентиновна? Мы эту интригу держим, мы интригу, я венеролог, да. Я вам на самом деле хочу сказать, не в сказку попали, вот физическое тело, по большому счету, оно требует такой же детоксикации, как эмоциональное, как ментальное, как духовное. Поэтому, если мы не работаем в системе, то эффекта детоксикации нет. Поэтому коралл-детокс, вот который мы сейчас видим, есть, это системный подход, просто вкусно, дома, безопасно. Безопасно, комфортно. И как мама говорила, можно деткам с самого рождения. Для меня это очень ценно, критерий самый важный, что это натурально, безопасно, и я могу передать правила поддержания своего здоровья своим детям, потому что это культура, это то, что они возьмут в свою будущую успешную жизнь, а без здоровья она невозможна. Олечка, здесь, да, и еще я хочу сказать, вот смотри, ты как будущая мама создавала, вот вы, родители, создавали условия, среду. Ты ходила, вынашивала эту беременность, ты на этом продукте. Рождаются детки, рождаются детки, ты сейчас сказала потрясающую вещь. Нам при рождении дают свидетельство о рождении, паспорт. Но огромное количество людей не дают детям в эту же корзинку, в эту диструкцию по применению со своего тела. Спасибо вам, дорогие, что вы нам это подарили. И вот мы сегодня, мы уникальны в плане предложения, потому что выверено, проверено, обосновано, вникать ни в каких сомнениях, потому что называется, открывай, наливай, допустим. Я бы еще хотел сказать, это очень важный момент, нам часто задают вопрос, как долго принимать эту программу. Я говорю, до тех пор, пока способен держать в руках зубную щетку. 100% внутренняя гигиена. Мы принимаем душ утром, умываемся, чистим зубы. Это то же самое, только для наших предок. Спасибо огромное за интервью. Да, я сегодня, как никогда, молчаливый, просто заслушался, заслушался. Огромное спасибо. И хочу сказать, наверное, благодарность от всех тех людей, которые благодаря вам имеют вот то самое здоровье сейчас, ту самую большую цену жизни. Вот вам низкий поклон за ваш труд. Пусть у вашего буратино будет хорошая мальвина. И вы никогда не были пьюром. Замечательно. Если есть вопросы, пишите их в комментариях. Мы обязательно на все на них ответим. Счастливо. До встречи. Пока-пока.